Добрый день, дорогие друзья! Я нахожусь в Сочи, в Лазаревском, в село Алексеевка. Пошли с сыном в лес в природные места искупаться. Дорога тут сильно подпортилась. Хотя не было там прям огромного дождя. И немножко речка, ручей, русло поменяли. Посмотрим, что там на самой речке творится. Ну, дорога, видите, такие вот от ветра завалы. И я тоже здесь ручей бежал. Поэтому дорога сейчас не самая лучшая. Мы еще пошли другим маршрутом. Оказалось, тоже, видите, насколько резкий подъем. Камера не передаст, но тут вообще прям вертикально идешь. Никит, куда ты пошел? Мы в другую сторону идем. Мы в ту сторону идем. Очень много сыроежек. Ну, я не буду, я хочу подальше. Тут есть домик, несколько домиков. Классно. Тут тоже какой-то обвал произошел. Недавно было вообще по-другому. Все это откосы вот такой вот. Натянули и от машины откос, видимо. Трос. Аккуратно, не беги. А вот здесь вот к домам проводят воду. Ну, она иногда, кстати, не так хорошо идет. У людей даже тут домики есть. Ну, когда-то, давно, разговаривали, да, тут с людьми. Опять, что тут даже эти домики смывала. А так, да, там цветы, огородик, что-то еще. Не знаю, есть ли там свет, не могу сказать, потому что очень многих местах и света может не быть запросто. Воду протянули. Ну, вода вообще поменяла. И камни поменяли, так сказать. Видите, это уже так вымыло. Были огромные-огромные камни, они прям выше были. Сейчас как-то вот мелкие на поверхности, а большие под низ ушли. Аккуратно, Никита. Спуск такой жестковатый был, я вам скажу. До этого было более... Зимой так вообще очень хороший, но зимой, конечно, сильно не покупаешься. Вода прям очень холодная. Сейчас пойдем посмотрим наши любимые места, где углубление воды, каньоны, бассейны. Посмотрим, что там. Пока вода очень-очень мелкая, прокупание. Не иди по воде, Никит. Выйди, пожалуйста, выйди с воды. Потому что... Ты видел, какой камень в земле огромный? Ты не видел. Тут настоящий, да, тоже камнепад. Вчера была в Акаше. Ну, в общем, Хагапш. Всегда его правильно выговариваю. Ну, тоже это в конце Лазаревского. после Татьяновки, где Марина, туда. Ну, в общем, кому надо, тут посмотрят. Также всех приглашаю на прекрасные места силы. Я их изучаю все больше и больше. Прыгать нельзя по камням. Ты лучше подвиги смотри. Не балуйся. Потому что камни здесь опасны. Затем. Спокойно, обходи там. Потихоньку обходи. Там не хоть и сухие, но нужно все равно быть аккуратным. Аккуратный. Сейчас по воде прошла. Хочу сказать, что вода прохладнее даже, чем вчера я была на водопаде. Бестыжим. А у как-то она... Хотя, может быть, вот в таких вот, да, как сказать, бане, бассейнах, ямах, как называют. Дерево упало. Не было этого. Не было, друзья. Посмотрите. Подродно с корнем. Стихия поработала. Ну, как-то буквально я не помню, чтобы мы тут вообще какое-то дерево пересекали. А сейчас вот конкретно... Конечно, очень красивые места. Лошадь. Красненькие ямы. Это не самые большие. А где твой рюкзак? Рюкзак где твой? Сумка где твоя? Сумка твоя где, Никита? Рюкзак где твой? А, там я был, забыл. Аккуратно. Не надо по камням прыгать. Я тут аккуратно с баба Леной. Ну и что? Мы пойдем подальше. Все на меня нет. На под сюда пойдем. Так. Немножко пройдем дальше. А что ты собрался делать? Я пойду вперед пройду? Ты рюкзачок, давай, твой возьму, да? Да. Я не подглядываю. Да, потом обувь оденешь, рюкзачок я взяла. Так, посмотрим, какие там дальше камни. Что ты делаешь? Не надо на этом камне скакать. Обувай тапочки. Места тут, конечно, фантастические. Кажется, что тут какой-то город, да, как будто разрушенный. У меня такое ощущение. И тоже огромные-огромные камни, друзья. Посмотрите. Даже на самом деле в камеру не попадает. Еще половина в земле, в воде этот камень. Успокойся. Пока мне нельзя прыгать. Я тебя домой отправлю, Никит. Ты что творишь? Хоть ты здесь и бываешь часто, это не значит, что надо по таким местам скакать. Да, речка вообще намного меньше стала. Не знаю, какие-то животные следят. Козы живут. У одной бабушки гуляют. И подальше тоже еще знают, кто коз тут держит. Ничего такие. Одинокие козы такие живут. И любители природы, как мы. А мы дальше направимся. Мы идем, не прыгаем. Вот очень мне нравится, как отсюда. Не кричи. Какой родник стекает. Тут очень много родников. И когда с гор вот так вот дотечет, да, как мне говорили, называют родниками. Вообще, это как приток, который все зоопсы впадают. Но тут очень много разных притоков и речечек, которые, возможно, еще имеют какое-то название. На карте я смотрела, особо не показывают. Я думаю, что все-таки есть какие-то названия. Да, совсем поменяла. За несколько дней, буквально пару дней назад я вам снимала видео. Вообще было все по-другому. Поэтому жить возле реки, друзья, тоже определенный риск. Камни двигаются, вода двигается. То есть оно все, причем очень глобально поменялось. Здесь, конечно, вообще волшебное место стало, да. То есть вот так вот. Похоже даже чем-то на место, в котором мы вчера с вами были, в Хагаши, да. Каньоне Аполлона. А сейчас и у нас вот такое место. Абсолютно камень вот этот. Высший был, я помню, да. Здесь вот была такая запрудочка небольшая. Яма, да, как называют. Сейчас же для купания пока не вижу мест. Но зато я вижу очень красивые живописные места. Надолго ли они в таком ракурсе будут, это тоже неизвестно. Пока вроде бы камень, да, камень на камень. Так они между собой очень удобно расположились и красиво. Ребенок у меня уже купается. Нашел какое-то место для купания, видимо, очень хорошее. А мы с вами смотрим, какие же изменения произошли. И они постоянно меняются. Зимой, понятно, там снег шел. А сейчас вот, скорее всего, вот этот камень подвинется. Камни, кстати, растут, кто не знает. Не так быстро, как люди, да. Но камни растут. Здесь наша любимая, вот эта выемка, да, на дольмен чем-то похожа. Это мое вообще-то. Очень-очень красиво. Не балуйся. Ты будешь тут купаться? Или давай дальше пройдем, посмотрим? Где мы и купаемся. Слизь с камня. Здесь тоже очень хорошее, красивое место. Волшебное просто. Слизь с камня. Пошли дальше. Что ты делаешь? Волшебные места, особенно вот здесь мне нравятся. Смотрите, как красиво. Несмотря на то, что я иду по тени, да, я тут прямо так нагрелась я хорошо. Вот здесь тоже мне очень нравится такой каньон. Скала. Вода, когда вот наберется побольше. Ой, как же здесь красиво, друзья. Прямо такого голубого цвета будет вода за счет скалы еще светится. Ну, тут, конечно, я все равно говорю постоянно, не понимают, что надо очень-очень аккуратно. Нельзя тут прыгать даже, если ты тут каждый день и чаще, чем я. Да, бывает. Походу, куда ты пошел? Что-то куда-то. Вот так фантастика. Вот этот камень, скорее всего, друзья, тоже съедет и будет, как Хагаша, да, Хагапша. Стекать с него потом вода. Я больше чем уверена, я уже вижу, да, его тенденцию. Поскольку, как оказалось, что тут в горах тоже бывают землетрясения. То есть дышат горы, чихают. Сильных вроде бы не было, да, в последние времена. Сколько я знаю, может, что-то я и не знаю. Пять лет тут живу, я иду вообще в Сочи. Но даже Хагапша, это после землетрясения, да, вот этот камнипад, говорят, что было очень сильное землетрясение. Ну, это, конечно, было давно, но после него такой камнипад. И сейчас и у нас вот такое происходит. Конечно, может быть, есть какие-то толчки, кто-то же их отмечает, надо узнать. Поскольку от простого ветра, не знаю, может ли так сильно поменяться, да, что-то. Конечно, оно там потихоньку-потихоньку, вот камень, да, кандидат тоже съехать. И будет тоже такой некоторый каньон, да. Вот это вот место очень красиво здесь тоже. Такие родники текут. В общем, места потрясающие. Я прямо влюбляюсь, что вчера прям загорелась. Говорю, все, я тут остаюсь. Потом приехала к себе сюда тоже. Тут тоже волшебно, посмотрите. Насколько тут живописная природа, мощная энергетика, камни. С ними можно разговаривать, они действительно живые. Потрясающие. Никита, долго не сиди в воде, что там делаешь? А вот наша, как сказать, не надо воду камни бросать, не надо. Там звук! Наша любимая... Не кричи, прекрати. Видите, наше любимое место, где мы с сыном купаемся. У нас два места. Вот одно там, выше. Никита, пойдем домой уже, пойдем. Одевай тапочки, мы домой пойдем. Прекрати. Ну что, ну жук там плавает. Ты его спасти хочешь или что? Нет. А зачем? Ну, спас бы его наоборот. А он ухо мелкий. Ну что, боюсь. Ну, бойся, жук от ночи. Да. Огромный жук плавает, но что сделает. Так. Так, пойдем немножко дальше пройду. Пусть и трубы валяются. Как там дальше есть домики, люди к себе воду тянут. Смотрите, какая красота. Опять же, когда все это в воде, оно приобретает тоже такой цвет. Изумрудный, когда солнышко светит. Тоже здесь русло поменялось. Вот такие вот потрясающие стены. Каменные. Каменные джюгли. Только в хорошем смысле. Не так, да, как говорят про города. А тут свой каменный город. Я бы так назвала даже его. Очень красиво. Сейчас поснимаю, потом буду купаться. А так, на самом деле, очень-очень жарко, если выйти, да, с этого леса, с этого каньона потрясающего. Ты там будь, я приду скоро. Ну, конечно, очень-очень жарко. Такие вот стены. Сложно поверить, что они сами по себе, да, такие. Я бы подумала, что кто-то, да, какой-то архитектор вытачивал, потому что действительно разные рисунки, неповторимые. Здесь вот тоже вот такие вот бассейны, ямы, как их называют, для купания. Сейчас они не очень большие. Здесь уже какая-то маленькая пещерка образовывается. Кто знает, дерево тоже как стоит, шатка. Может, и пойдет дерево, потом пещера может расшириться. Все может быть. Придешь через месяц, а тут уже конкретная, на тебе, как говорится, пещера. Тут у людей даже домик у кого-то есть. Конечно, в плохую погоду, да, и когда дождь, да, там бывает, смывает дорогу. Сложно добраться. Там с другой стороны есть, конечно, обход, но все равно тут живут те, кто действительно любят такое уединение. Настоящие истинные отшельники. Вот там по речке иду. Потому что волшебно. Немножко еще пройдем с вами. Ну, мы стараемся ближе к дому сюда не ходить, хотя это как бы не персональное, да, там чье-то место. Свой там забор огорожен. Тут у них хорошее место для купания такое. Мне так показалось. И вода, да, вот видите, бежит даже. Никто не замотает, никому нет дела. Козами пахнет очень сильно. Вот тут козы, по сути. Да, тут потрясающее место для купания. Ну, только и дом тоже сюда. Не хочется из-за того, что рядом дома прям купаться. Ну, вот такой дом, да, на скорую руку, я бы так сказала. По-моему, тут ни света, ничего нет. Ну, зато есть вода. Идем обратно. Я просто поснимала немножко, показала. Да я тебя догнал, мам. Ну, видишь, какая мама шутка. Пошли, пошли фонтанчик. Пойдем. За деревьями не видно гора. На самом деле, это действительно каркасский перебет. Потрясающие. Великолепные горы. Зимой видно, а летом не сильно видно. Куда ты прыгаешь? Давай обратно. Нельзя по камням прыгать. Ты что? Нельзя. Будешь прыгать, ты не будешь больше со мной ходить по ходу. Техника безопасности. Я вот там уверен, в машинах там мороженая. Иди вперед. Так, смотрите, какая красота. Иди вперед. Здесь тоже место для купания хорошее. А мы пойдем чуть дальше, да, где мы были. Мы будем тут купать. Здесь же, а тут помельче. Ну, попробуй, конечно. Но тут тапки уплывут. Никита, тапки уплывут, говорю. Выше поставь. Это, конечно, не море, но тут течение тоже. Тут мелко, Никита. Тут мелко. Пой динозавр. Пой динозавр. Пой динозавр. Твой динозавр уже уплыл куда-то, судя по всему. Нормальненько, мама. Нормальненько. Нормальненько? Да, так я тут очень глубоко. Глубже, чем наше место, да? Вылази уже, все. Сейчас и я буду раздеваться, купаться. Не кричи. Мама, там глубоко. Я поняла. Ну, не глубоко, конечно. Мне, наверное, по коленку будет. Нет, вот отсюда. Ну, это тебе, а я-то выше тебя. Нет, ты не буду. Так что, друзья, сейчас будем купаться в этой потрясающей... Не кричи. Сам забери, иди. Иди сам. Не беги, потихоньку бери. А что ты... Мы в ту пойдем все-таки, которая дальше наша или здесь будем? В какой будем? Здесь купаться, я-нибудь? Давай здесь тогда. Искупаемся, пойдем домой. Сейчас вот здесь вот перейду, поставлю камеру. Тапки забери свои. Они там не должны. Ну, да. Сейчас дорогие. Посмотрим, как здесь вода. Здесь, конечно, это дерево, мне не нравится, которое может в любой момент рухнуть. Я здесь, я никуда не убежала пока что. Могу и убежать, Никита, если не будешь слушаться. Шучу, конечно. Ну, здесь вот рядом этот дом. Может быть, все-таки в наше место пойдем или здесь? Тут рядом прям этот дом. Я люблю купаться, чтобы... Ну, можно и тут. Все, успокойся. Так. Теперь надо грамотно установить камеру. Тут, конечно, не очень глубоко. Но я имею в виду, что плавать нет, но окунуться получится. Так. Сейчас камушками я камеру... Закреплю, не балуйся. Что такое? Надо в таких местах, надо себя слушаться. Там, дорогие, вы пока шум воды послушаете. Там, дорогие, вы пока шум воды послушаете. Все, на места. Да. Никита, не балуйся. Не балуйся, я тебе сказала. Ага. Давай здесь, в воде. Мам. Давай, не надо туда камни кидать. Ты что, ты хочешь, чтобы там вообще глубины никакой не было? Ты не скупался? Все, как это. Я не скупался. Не надо этот камень бросать. Я не скупался. Мам, пока! Я сказала, я не буду тогда скупаться. Ты здесь сейчас будешь бросать камни, скупания не будет. Никакого. Я сейчас его на туда. Сюда. И вот там прохладная. У-у-у! У-у! Вот так примерно мы купаемся. Видит, вода холодная, пока не в воде не будет, чтобы ты сразу говоришь. Окунься все, скажем. Сейчас сам, я сам. Давай. Все, походи, влази. Дай мне еще немножко попрестаться. Вода потрясающая. У-у! 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 Вчера была прям теплая вода. А у нас тут, ой! Частейшая вода. Так, теперь вопрос, как отсюда вылезти. Поскольку тут, как я, заход очень такой рисковатый. Вот такое у нас скупания, дорогие. Попоры засушали, поэтому вот такое включение после воды. У-у, большая прождение. У-у!